Паралитарии всех стран, соединяйтесь, мы с тобой, одной крови, ты и я, имя Перуна. Приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. Продолжаем изучать, как было сделано вооруженное восстание 1905-1917 годов, опираясь на книгу 1930 года. Глава первая. Вопросы стратегии. Восстание искусства. Революция есть война. Это единственная законная, планомерная, справедливая, действительно великая война из всех войн, какие знала история. Это Ленин, революционные дни, 1905 год, 18 января. Так писал Ленин после событий 9 января 1905 в Петрограде и в предвидении декабрьских боев в Москве. По Ленину революционный процесс подчинен известной закономерности и правилам вооруженной борьбы классов. Революция неизбежно должна иметь и имеет свое военное выражение. В революционной борьбе, ведущейся с оружием в руках, надо действовать по-военному, исходя из техники и театра вооруженной борьбы. Соблюдая все правила и законы военного искусства вооруженной борьбы, базируясь на исторически приобретенном опыте такой борьбы. Вооруженная борьба в период перехода власти из рук одного класса в руки другого принимает форму вооруженного восстания. Вооруженное восстание есть один из видов военного искусства. Исторический опыт, которого насчитывает столько же столетий, сколько существуют классы и классовая борьба. Но, подобно тому, как оперативное искусство есть часть войны, так и вооруженное восстание есть часть революционного процесса. В то же самое время, часть наиболее существенная. Вооруженное восстание составляет ту наивысшую грани революционной борьбы классов, в которой сосредоточена и наилучшим образом отражена вся энергия и вся активность борющегося класса. Его политическая зрелость, организованность, дисциплинированность и готовность. Решающая задача вооруженного восстания есть захват государственной власти. Без этого непременного условия вооруженное восстание превращается в кавычках в бунт, в результате которого лежит неизбежное поражение. В этой стратегической цели установки вооруженное восстание получает свое главное и основное выражение. Переход государственной власти, писал Ленин в 1917 году, из рук одного в руки другого класса есть первый, главный, основной признак революции, как в строго научном, так и в практически политическом значении этого понятия. Это Ленин. Письмо о тактике. Письмо первое. Вооруженное восстание есть переломный момент, определяющий победу или поражение рабочего класса на значительный период времени. За вооруженным восстанием следует период закрепления достигнутых результатов в гражданской войне, войне против контрреволюции, длительность которой зависит от степени сопротивляемости реакции и организованности революционных сил. Успех или неудача вооруженного восстания раньше всего зависит от правильной стратегической линии всего подготовительного к восстанию периоду. Апрельский тезис 1917 года Ленина лучший образчик правильной стратегической установки для подготовленного периода к вооруженному восстанию в октябре. Успехи или поражение восстания стоят в прямой зависимости от подготовки к нему. То есть, вот эти апрельские тезисы уже тогда все готовилось непосредственно к восстанию. Они точно знали, к чему все идет. Тщательная, планомерная и систематическая подготовка вооруженного восстания при правильном учете обстановки для выбора его момента залог его успехов и победоносного завершения. Вооруженное восстание и его подготовка должны иметь не только стратегическую установку, но и общий стратегический план. Практика большевизма в России, этот общий стратегический план борьбы разделяла на постановку конечных целей пролетарской борьбы за власть и постановку ближайших задач, вытекающих из текучей обстановки классовой борьбы, то есть определяла стратегические и тактические задачи пролетариата в классовой борьбе. Стратегический план подготовки вооруженного восстания может видоизменяться и дополняться в каждой своей части в зависимости от обстановки и условий работы, не теряя, однако, своего общего марксистско-ленинского позвоночника. Стратегический план подготовки вооруженного восстания должен носить ярко выраженный принципиальный характер. Решительная борьба с различными отклонениями в проведении стратегического плана является непременным условием для достижения победы. Непримиримость стратегии по принципиальным вопросам не исключает, однако, гибкости в области руководства текущей борьбой. Главным образом в отношении тактики, удерживая и твердо проводя стратегическую установку в плане подготовки вооруженного восстания, необходимо в то же время на практике широко маневрировать, видоизменяя формы, применяя и способы борьбы в зависимости от обстановки. О революции есть война, писал Ленин. Революционная война неизбежно должна иметь свою теорию и свою практику. Теория и практика революционной войны определяет собой стратегию и тактику вооруженного восстания. Неправы те военные специалисты, которые стремятся видеть стратегии в тактике надклассовые принципы, неизменные для условий борьбы во все периоды и времена классовой борьбы. Стратегия вооруженного восстания в условиях пролетарской борьбы основывается на массовости. На союзе рабочего класса и крестьянства она почти совсем исключается в условиях реакционного восстания. Что почти исключается. Это, к примеру, восстание генерала Корнилова в 1917 году. Вооруженное восстание есть наиболее обостренная форма политической борьбы. Одновременно с этим вооруженное восстание составляет военную операцию, проводимую с оружием в руках. Политика и стратегия вооруженном восстании неотделимы друг от друга и составляет одно неразрывное целое. Ленин был великим политиком эпохи империализма и пролетарских революций. Наряду с этим он был и великим стратегом и тактиком революционной войны. Теоретиком, организатором и руководителем вооруженного восстания. Так, если кто вдруг там любит поговорить, что теоретик Ленин. Ленин великий практик, величайший. Ну, давай, найди мне такого чувака, который организовал бы подобное восстание. Стратегия вооруженного восстания есть учение о подготовке организаций и о руководстве массовым рабочим и крестьянским движением. О выборе главного направления для удара. Об оценке обстановки, об анализе борющихся сил и взаимодействии авангарда с главными силами и стратегическими резервами. Пролетариата. Стратегия вооруженного восстания строится на искусстве постановки общеполитических и военно-оперативных задач, на искусстве руководства, организации управления большими массами, на искусстве широкого маневрирования в обстановке обостренных классовых противоречий. Теперь следующее. Роль партии в вооруженной борьбе. Рабочая партия есть вождь и организатор революционной войны и вооруженного восстания. Рабочий класс составляет главные силы. Партия ее авангард. А крестьянство широкие стратегические резервы. Производственный принцип построения пролетарской партии – важнейшие условия успеха правильно задуманного вооруженного восстания. Завод является крепостью, а деревня – окопом в деле подготовки вооруженной борьбы за власть. Опыт русской октябрьской революции – лучшее доказательство исключительного значения производственного принципа построения партии для успеха вооруженного восстания. Ошибки коммунистических партий Запада по этому вопросу дают цены. Исторический материал для подтверждения сказанного. Сила рабочего класса в вооруженном восстании, его организации и дисциплинированность. Без организации массы, без дисциплины в массовом движении, без централизации руководства не может быть и речи об успехе вооруженного восстания. Ленин очень часто и не случайно говоря о партии и о ее организационно-тактических свойствах сравнивал ее организационную доктрину с армейской организацией. Ленин, хороший образчик организации, говорил при этом Ленин. Армия, она гибкая, построена на основе дисциплины и централизации и обладает способностью давать миллионам людей единую волю. Сегодня это миллионы, пишет Ленин, сидят у себя по домам в разных концах страны. Завтра приказ о мобилизации. И они собрались у назначенной пункты. Сегодня они лежат в траншеях, лежат иногда месяцами. Завтра они идут в другом порядке, идут на штурм. Сегодня они проявляют чудеса в открытом бою. Сегодня их передовые отряды кладут мины по указаниям летчиков над землей. Вот это называется организация, когда во имя одной цели, одушевленной одной волей, миллионы людей меняют формы своего общения и своего действия, меняют место и приемы деятельности, меняют орудия и оружие сообразно изменившимся обстоятельствам и запросам борьбы. Железная дисциплина и строгая централизация партии рабочего класса не только не исключают, но наоборот делают возможной ту гибкость и маневреспособенность, которые так необходимы в подготовке вооруженного восстания, ту гибкость ее боевого организма, которая обеспечивает его действия в самых разнообразных и быстроменяющихся условиях борьбы. Партия рабочего класса должна уметь, с одной стороны, уклониться от сражения в открытом поле с подавляющей своей силой в неприятелям, когда он собрал на одном пункте все силы, а с другой стороны, пользоваться неповоротливостью этого неприятеля и нападать на него там и тогда, где всего менее ожидают нападения. Это мы цитировали Ленина и что делать. Тактическая гибкость, маневроспособность и подвижность рабочего ангарда, его умение быстро перестраивать свои боевые порядки, изменять оперативные решения в связи с изменившейся обстановкой, составляют важнейшие требования искусства революционной войны и вооруженного восстания, особенно в его существеннейшем подготовленном периоде. Переходить из одного организационно-тактического положения в другое, из подполья к легальным методам борьбы, от наступательных действий к оборонительным и к преднамеренно отступательным, с тем, чтобы затем вновь переходить в решительное и решающее наступление, сочетать все эти приемы и способы борьбы в одно и целое для достижения общей стратегической цели. Таковы важнейшие тактические принципы революционной партии, подготавливающие свой класс к вооруженному восстанию. Организационно-тактические формы большевизма в России до революции 1905 года были жестко нелегальными, тайными и подпольными. С наступлением революционных событий 1905 года большевистская партия перестраивает свои ряды, сочетая свою работу из легальных и нелегальных методов борьбы. Поражение революции 1905 года вновь заставляет свернуть легальную работу и переходить в подполье, несмотря на противодействие и дезорганизаторскую деятельность ликвидаторов. Еще более смелый поворот от нелегальных к легальным методам работы партия совершила после февральского переворота в 1917 году. Июльский разгром партии в 1917 году частично вновь заставил замаскировать работу партии. И только после победы в Октябрьском перевороте партия стала работать полностью открыто, как господствующая партия в стране. Всякая форма борьбы, я писал Ленин в 1906 году, требует и соответствующего аппарата. Это из кризиса меньшевизма. Партия рабочего класса, ведущая борьбу за власть, должна иметь свой руководящий аппарат. Этот генеральный штаб революционной борьбы. Стачка требует своего центра в виде забастовочного комитета. Забастовочный комитет не может существовать и успешно бороться без политического руководства со стороны партии пролетариата. Сейчас Стачка, она бесполезна в 21 веке. Демонстрация... Ну как бесполезна? Почти бесполезна. Демонстрация требует наличия своего штаба, группирующего и организующего демонстрантов. Вооруженное восстание, немыслимо без оперативного центра. Рабочее движение в целом, классовая борьба пролетариата. Немыслимо без партии. Партия неотделима от своего руководящего органа в лице Центрального комитета. Одной из важнейших проблем при подготовке к вооруженному восстанию является отбор и подбор личного состава бойцов и комсостава. Еще на втором сезде РСДРП Ленин, борясь за правильный отбор и подбор боевого авангарда для борьбы, говорил, «Лучше, чтобы 10 работающих не называли себя членами партии, чем чтобы один болтающий имел право и возможность быть членом партии». В особенности большое значение Ленин придавал отбору и подбору руководящего командного кадра партии. Выращивание профессионалов-революционеров было важнейшим пунктом организационной доктрины большевизма. Таким образом, коммунистическая партия большевиков есть великий организатор масс, ведущий рабочий класс через вооруженное восстание и через революционную войну к победе пролетариата в классовой борьбе. Партия представляет собой такой стратегический центр, который в подготовительный период к вооруженному восстанию является руководителем, а в процессе вооруженного восстания вас ждем и организатором победы». Продолжаем. Следующий пункт. Проблема вооруженного восстания в истории партии. Частично первый, а затем второй съезд нашей партии организационно закрепили революционные организации России. От Крусковщины партия постепенно переходила к централизованной организации. Однако уже на втором съезде партии имеют место принципиальные разногласия по вопросам организационно-тактического порядка, разногласия, наметившие расхождение стратегических путей большевизма и меньшевизма. Большевизм разрешения организационных и тактических вопросов исходил из плана решительной борьбы за низвержение самодержавия, за революционную диктатуру пролетариата и крестьянства, за гегемонию пролетариата в революционном движении, за дальнейшее движение к диктатуре пролетариата. Меньшевизм ориентировал свою организацию, на соглашении с буржуазией, на представлении гегемонии буржуазно-демократической революции, на мирном вырастании после победы буржуазной революции в России в социализм. Кстати, это все буржуазия, то, что я вам сейчас зачитаю, отлично прохавала. Третье. Съезд нашей партии собрался уже в исключительно большевистском составе. Кроме организационных и политических вопросов, на съезде были поставлены и военные вопросы в связи с нарастающими событиями революции 1905 года. Этот третий съезд происходил в апреле-майе 1905. На повестке для съезда стоял вопрос о вооруженном восстании как теоретической, так и с практической точки стороны. Доклада о вооруженном восстании с точки зрения политического, стратегической и с точки зрения тактической на съезде было два. Один зачитывал Воиновым, это Луначарским, другой Максимовым. В своем докладе о вооруженном восстании товарищ Луначарский в первую голову поставил общий вопрос принципиального характера об организации революционного процесса. Меньшевики ссылками на то, что революция явление стихийное, независимое от воли каких бы то ни было вождей и политических партий, отгораживались от неразрешивших, незревших и от назревших и неотложных задач по подготовке организации восстания. Луначарский, разоблачая эту гнилую меньшевистскую установку, указывал на то, что сейчас, когда социальные условия для революции в России созрели, когда революция уже имеется на лицо, нельзя отделываться разговорами о том, что революцию не делают, а необходимо готовить, организовать боевые силы пролетариата для вооруженного восстания. Луначарский, ссылаясь на Маркса и Энгелеса, это революция и контрреволюция на их произведения, которые в свое время утверждали, что вооруженное восстание есть искусство совершенно такое же, как военное или всякое другое. Это искусство, по примеру прочих, имеет свои особые правила и законы, которыми ни одна партия не может пренебрегать безнаказанно. Прежде всего, гласит первый закон, никогда нельзя играть в восстание, если не решится идти на все его последствия. Восстание – это расчет, основанный на крайне неточных величинах, варьирующийся со дня в день. Силы, против которых приходится бороться, имеют на своей стороне все преимущества строго организационности, дисциплины и веками установившегося авторитета. Если партия не может противопоставить им достаточной мощи, она будет разбита и уничтожена. Во-вторых, раз восстание вспыхнуло, нужно действовать как можно решительнее и как можно скорее переходить в наступление. Оборонительная тактика – это смерть для вооруженного восстания. Оно гибнет, не измеривши даже сильные или… сильные ли противники. Захватить противника врасплох, пока войска его рассеяны. Каждый день добиваться успеха, хотя бы и незначительно. Поддерживать то нравственное преимущество, которое дают такие первые успехи неожиданного натиска. Привлекать к себе колеблющиеся элементы, которые всегда идут за тем, кто толкает сильнее и дерутся в рядах тех, кто наиболее уверен в себе. Принудить врага отступить, прежде чем он сконцентрирует силы. Надо действовать, согласно словам Дантона, величайшего из когда-либо существующих тактиков революции. Смелость. Смелость. И еще раз смелость. Таковы основные правила военного искусства в вооруженном восстании. Начертаны Марксом и приведенные Луначарским доказательством необходимости партии пролетариата сознательно и активно подготовлять восстание. Луначарский указывал, что в партии в этот важнейший момент отсутствует центральный штаб для восстания соответствующей агентурой. Такой, в кавычках, осведомляющий и руководящий революционный аппарат, кавычки закрыты, нужно создать. Если партия хочет быть руководительницей в предстоящей революционной борьбе, в момент самого восстания партия должна первая броситься в бой, идти вперед всех и уметь это делать не как героический волонтер, а как руководитель. Это стенограмма Третьего съезда. Речь-то все того же Луначарского. Не веря в свои силы, было бы неизгладимым грехом. Скромность далеко не всегда похвальное качество для революционной партии, а в особенности скромное желание оставаться в задних рядах. В этом же докладе Луначарский выдвигает вопрос о роли и значении всеобщей стачки. Он ссылается на Каусского, тогда еще стоявшего на точке зрения революционного марксизма. По мысли Каусского, массовая политическая стачка может привести к успеху лишь при следующих условиях. Первое, если она начинается неожиданно для правительства. Второе, если за правительством не стоят сплоченные массы, все буржуазные классы и группы. Сплоченные массы и сплоченные массы имеются. Третье, если правительство не отличается энергией, единством и решимостью. И четвертое, если в армии и среди государственных служащих и рабочих имеется больше и меньше недовольства. Однако, массовая политическая стачка не может привести пролетариат к победе без вооруженного восстания. Массовая политическая забастовка, говорит Луначарский, есть оружие более или менее политически развитого пролетариата и мыслимо, на наш взгляд, лишь в связи с вооруженным восстанием. Это все та же стенограмма Третьего съезда. Эта мысль целиком и полностью оправдывалась на русском революционном опыте. Октябрьская всеобщая стачка 1905 года готовила декабрьское восстание в Москве. Выход на улицы рабочих Петрограда дал победу Февральской, а затем и в Октябрьской революции 1917 года. Перерастание всеобщей стачки вооруженное восстание является основным законом для успеха. Борьбы за государственную власть. Всеобщая стачка готовит восстание, дезорганизует противника. Вспомним забастовку московских рабочих во время государственного совещания в Москве 1917 года и в свою очередь организует боевое настроение МАС, толкает их на решительную вооруженную борьбу и придает им курс к власти. Таковы примерно основные политико-стратегические положения доклада Луначарского по вооруженному восстанию на Третьем съезде. По политико-тактическим вопросам доклад делал Максимов. Исходной точке восстания, говорит Максимов, должна явиться всеобщая стачка. Особенно важно, чтобы в самом начале забастовки в ней приняли участие рабочие тех отраслей производства, которых непосредственно зависит непрерывность производственной и государственной жизни, дезорганизация и приостановка деятельности железных дорог, водного транспорта и средств связи должны служить основой для перерастания с тачки в вооруженное восстание. Исходя из этого, Максимов допускал возможность прибегать к разрушениям в тех отраслях, которые с тачкой не охвачены. Например, в отношении путей сообщения и путей сношения железная дорога, почта, телеграфии и так далее. И даже в неизвестных случаях газовых и электрических станций. Он указывал на целесообразность порой при известных условиях перерыва водоснабжения аристократических и буржуазных районов больших городов. Следующим вопросом тактики вооруженного восстания Максимом выдвигал политический вопрос о роли в вооруженном действии кадров в мелкой буржуазии. Выступление ремесленников и особенности крестьян на арену открытой борьбы есть не только неизбежный момент революции, но и необходимые условия ее победы. Ну, там что-то во мне кто-то прорежается сейчас из 21 века, там по Украине отрубают свет какие-то определенные организации, они точно знают, где, какие потоки нажимать, на какие кнопочки, чтобы отрубить. Ой-ой, да боже ты мой, революция-то на носу оказывается! Ой, так что-то, и так-так-так, спокойно, кто-то там, кто-то там, кто-то там проснулся, спокойно, спокойно. Теорию научного коммунизма сначала нужно сдать, экзамен по теории научного коммунизма. Как делается планирование, меня в первую очередь интересуется, что делает рабочий комитет, когда он захватывает власть на заводе и так далее. Вот это вот мне интересно. А пока, пока, пока слушаем, набираемся опыта. Мы же тут с научной дисциплиной разбираемся, нас наука интересует. Как научно выстроить это великое искусство, как оно выстраивалось и так далее. Как в шестом фильме Гарри Поттера пришел Том Реддл, или как его, Волдеморт малолетний к этому, к профессору. Как же ж его забыл. С Лизнарту, о. А про Христража расскажите мне. Я ничего не скажу, это сейчас чисто с научной. Да, вот чисто с научной. Может не хороший пример, Волдеморт все-таки злодей, а мы люди добрые. Хотя катары тоже были люди добрые, но были весьма боевые и чрезмерно либеральные, на мой взгляд. Но да ладно. Опыт декабрьского восстания 1905 года, когда рабочее восстание было разобщено от крестьянского движения, крестьянских, кавычках, бунтов, его по 1917, когда рабочее восстание нашло широкий отвлек солдатско-крестьянских масс страны, лучшее доказательство правильности этого положения. Вот сейчас как буржуазия делает? Она специально крестьянство уничтожает, чтобы вы себе резервы оттуда не черпали. Ага. Но в то же время, чем сильнее уничтожение крестьянства, тем сильнее становится промышленный пролетариат города. Хотя промышленный пролетариат города, как они уничтожают? Вот как? Они делают из них айтишников, которые печатают непонятные какие-то там коды, которые отправляются куда-то в неизведанное направление, и они там получают определенное тысячное количество бактов за свою деятельность и вроде как считают себя уваженными фифами в стране. И потом особенно девчонки ходят такие и ждут принца. А принца нету. Потому что принцы, на самом деле, многие уже погибли принцы в борьбе этой. В первую очередь с давлением капиталистической среды. Лучшее доказательство, когда рабовое восстание нашло широкий ход клик солдатско-крестьянских массах страны, лучшее доказательство правильности этого положения. Особенно интересно положение Максимова о необходимости сугубого внимания к военной стороне в подготовке восстания. Надо без колебаний признать, говорил Максимов, что дело вооружения рабочих масс и дело организации ядра революционной армии, а также дело выработки стратегического и тактического плана революционных битв есть прямая и существенная обязанность социал-демократических организаций. С началом восстания главное внимание повстанцев должно быть собращено на широкое массовое вооружение пролетариата. Захват и разгром правительственных арсеналов и складов с оружием и огнеприпасами является одной из главных задач в плане вооруженного восстания. Для выполнения этой задачи нужна специальная небольшая вооруженная сила, которая сумела бы захватить оружие. Нужны люди, которые сумели бы его распределить, показать способ его употребления. Развивая свою мысль, Максимов подчеркал роль и значение связи революционного движения с солдатами и сочувствующими офицерами, а также с оружейными мастерами и рабочими военных заводов. Переходя затем к организационно-практическим вопросам, Максимов отметил роль конспирации и инцентрализации в деле подготовки вооруженного восстания. Конспирация должна быть основной, основой для работы по подготовке вооруженного восстания. Достигнуть внезапности выступления можно только при соблюдении строжайшей военной тайны. Что касается централизации, то по мнению Максимова, было бы ошибочным всю военную подготовку восстания сосредоточить при Центральном комитете партии. Вот ошибаются сейчас. Ну тут как бы ошибки нет. Третий принцип. Массы, массы нужны. Главную роль в деле вооруженного восстания, по его мнению, должны сыграть местные комитеты. Близкое знакомство которых с местными условиями борьбы с личным составом организованной части рабочих с их настроениями и условиями их жизни позволит лучше всего организовать дело. Этим, однако, докладчикам не имелось в виду изолированность местных восстаний. Стратегическое руководство, которое у Максимова выражено словами «Содействие и контроль ЦК», равно как и целый ряд руководящих функций, все же остается за Центральным комитетом партии. Преимущественно тактическая свобода действительно должна быть как общее правило предоставляемо местными комитетами с тем, чтобы при лучшем знании местной обстановки достигнуть малыми средствами наибольших результатов, выполняя в то же время общий стратегический план борьбы, намеченный Центральным комитетом. Следующим вопросом Максимом выдвигает важность плановой агитационной подготовки восстаний. С агитацией за вооруженное восстание партия должна обращаться не только к пролетариату, но и к крестьянству, и к мелкой буржуазии городов. При этом содержание агитации должно приноравляться к пониманию этих групп, концентрируясь главным образом на политической стороне восстания, а для крестьян, кроме того, на идее борьбы с остатками крепостного строя. Подготовка вооруженного восстания требует наличия широкого кадра агитаторов и пропагандистов. Агитация же по своей методике должна быть организационно гибка, подвижна и маневреспособна. Это не забывает отметить Максимов, ставящий перед агитацией требования максимальной подвижности в решительные минуты борьбы. В заключении Максимов подчеркнул особо важное значение организации конспиративных ячеек и агитационной работы войска. Обсуждение вопроса о вооруженном восстании на Третьем съезде нашей партии имело огромное значение для выработки теории и тактики военного искусства вооруженного восстания. Доклады и выступления по вопросам вооруженного восстания на Третьем съезде не потеряли своего актуального значения и по всей день для различных секций коминтерна. По материалам Третьего съезда есть чему учиться и по вопросу о вооруженном восстании. Дискуссия с меньшевиками, разработка вопросов о роли всеобщей стачки, о роли и значения вооруженной борьбы за власть, о роли мелкой буржуазии и ее оценки с точки зрения тактики, о роли стихийности и сознательного руководства об организационной и агитационной работе в войсках и многое другое. Высказанное и обсужденное на Третьем съезде нашей партии является богатейшим историческим материалом, изучение которого должно облегчить рабочему классу борьбу с его классовыми врагами. По заслушанным докладам СС партии и вынес резолюцию, поставившую организационно-тактические вопросы в порядок дня деятельности партийных организаций, исходя из того, что задача организовать пролетариат для непосредственной борьбы с самодержавием путем вооруженного восстания является одной из самых главных и неотложных задач партии в настоящий революционный момент. Съезд решил принять энергичные меры к выработке плана вооруженного восстания и к подготовке партии для непосредственного руководства им, создавая по мере надобности особые центры борьбы. Всем партийным организациям СС поручил разъяснять пролетариату путем агитации и пропаганды не только политическое значение, но и практическую организационную сторону вооруженного восстания, освещать роль массовых политических стачек, которые могут иметь важное значение в начале и в самом ходе восстания. Вопрос о вооруженном восстании обсуждался не только на третьем съезде нашей партии, он обсуждался также и после октябрьской стачки и декабрьского восстания в апреле 1906 года на объединенном съезде РСД РП. Предложенный большевиками на четвертом ССД резолюциях по вопросу о вооруженном восстании подводился опыт декабрьского восстания в Москве и намечались дальнейшие пути классовой борьбы. Декабрьское восстание, говорит резолюция большевиков, выдвинула новую баррикадную тактику и доказала возможность вооруженной открытой борьбы народа даже против современного войска. Эта часть резолюции была направлена против меньшевистской теории о невозможности уличных боев между восставшим пролетариатом и правительственными войсками ввиду развития современной военной техники. Уличные бои 1905 года в Москве, несмотря на наличие сильной артиллерии и в правительственных войсках, доказали всю гнилость и оппортунистичность теории меньшевикова баррикадной тактики и о невозможности вооруженной борьбы на улицах города. Большевистская резолюция, предложенная съезду по вопросу вооруженного войска не считала, что вооруженное восстание в силу нарастания и обострения нового политического кризиса открывает переход от оборонительных к наступательным формам борьбы. Что всеобщая политическая стачка должна рассматриваться в данный момент не столько как самостоятельное средство борьбы, сколько как подсобное по отношению к восстанию. Что декабрьский опыт вооруженного восстания должен быть тщательно учтен и изучен. Что целью этого изучения должно явиться и извлечение организационно-тактических уроков. Что необходимо усилить боевое строительство партии, привлекая к боевым дружинам и беспартийных рабочих. И наконец, что настоятельно требует усиления партийной работы в войсках. Кроме того, в резолюции, предложенной съезду большевиками, четко и ясно формулировалось самое главное условие для успеха вооруженного восстания. Это указание на необходимость направить усилия партии на объединение действий рабочих и крестьян для совместных и координированных боевых выступлений. Вопрос о вооруженном восстании выдвигается большевистской партией также в период империалистической войны. Лозунг перерастания империалистической войны, войну гражданскую в своей постановке фактически неразрывно связан с вопросом о вооруженном восстании как основной форме для этого перерастания. Февральское восстание 1917 года послужило переходным звеном в деле перерастания империалистической войны в гражданскую войну между пролетариатом и буржуазией. Таким образом, вопрос о вооруженном восстании не снимался партии из повестки дня в самые тяжелые годы реакции в годы империалистической войны. Однако, наибольшую актуальность этот вопрос принял партии в предоктябрьский период 1917 года. Уже в апрельских тезисах Ленина намечалась стратегическая установка перерастания февральского восстания в октябрьское. Подготовка партии к октябрьскому вооруженному восстанию претерпела несколько этапов. До июльских дней Ленин ставил вопрос о мирном переходе власти в руки советов и рабочих депутатов. Такая постановка является тактическим средством разоблачения меньшевистско-эсеровского предательства революции с июльских дней, с момента частичного разгрома рабочих и солдатских организаций. Шестой съезд партии снял лозунг мирного перехода власти и выбросил лозунг вооруженного восстания. Следующий этап подготовки вооруженного восстания. Корниловский мятеж, который широко открыл двери октябрьскому перевороту, поднял на ноги и вооружил широкие трудящиеся массы. Еще больше открыл им глаза на классовую сущность временного правительства и поддерживавших его мелкобуржуазных партий. Объективные условия победы октябрьского восстания были обеспечены всей сложившейся обстановкой классовой борьбы. Однако этого было мало. На меньшую роль, не меньшую роль, в деле успеха октябрьского восстания сыграли организованность, дисциплинированность и закаленность большевистской партии и исторический опыт ее в деле подготовки организации и руководства вооруженной борьбы пролетариата. И как следствие этих качеств, то политическое и военное искусство, с которым было проведено само октябрьское восстание. История партии до октябрьского переворота неразрывно связана с разработкой и изучением вопросов теории и практики военного искусства вооруженного восстания. Всестороннее изучение этих вопросов получило свое подобающее место только в деятельности. Коммунистической партии большевиков под подлинного авангарда рабочего класса. Авангарда готова к тяжелейшим боям во имя освобождения рабочего класса. И эта сторона многолетней деятельности партии целиком получила свое оправдание в октябрьских боях и в гражданской войне. Классы вооруженном восстании. Марксист должен исходить с точной почвой классовых отношений. Это писал Ленин в письма о тактике в 1917 году. Подходя под этим естественно правильным углом зрения к вопросу о классах в процессе вооруженного восстания, необходимо в первую голову определить основную решающую классовую силу в революционном восстании. Такой решающей силой революционном восстании эпохи империализма является пролетариат. Пролетариат гегемон в массовом народном движении. Организатор и руководитель подготовки и проведения вооруженного восстания. В точности как действующая армия на фронте авангардом прочищает, пробивает и захватывает передовые центры и рубежи. Ведет разведку и бросается с передовыми частями в бой. Так и пролетариат под руководством коммунистической партии. Идет впереди народных масс, захватывает передовые позиции, ведет активную разведку и преодолевает все трудности по пути к захвату власти. Вот как интересно. Вот это все авангард класса пролетариата предал? Коммунисты это все предали. Удивительно просто, да? Боже ты мой. Стоит только один раз предать и потом из этого круга предательств никогда не выберешься. На различных ступенях классовой борьбы пролетариат при соответствующей политике своей политической партии приобретает союзников и попутчиков в борьбе. Пролетариат один победить не может. Это кризис меньшинизма. Крестьянство решающий союзник пролетариата в деле вооруженного восстания. Пролетариат главная движущая сила вооруженного восстания. Крестьянство и его стратегический резерв. Без участия широких крестьянских масс октябрьское восстание не было бы победоносным. Победа в гражданской войне не была бы обеспечена. Ну а там много уважаемые зрители и слушатели, ну так чисто в научном зрении скажут, а что ж тогда получается, если крестьянства сейчас практически нет, его практически не осталось. Все еще кряклы, офисный планктон, так они же вообще не революционные, они саху в руках не удержат. Я отвечу вам просто мяу. Я вот пока что могу только так ответить. Стратегическая установка вооруженного восстания не должна быть основана на союзе рабочего класса и крестьянства. Извините, должна быть, должна быть основа. Февральское восстание основными движущими силами явились пролетариат и крестьянство. Власть же в результате восстания досталась буржуазии. Буржуазная по своему общественно-экономическому содержанию февральская революция не является таковой по своим движущим силам. Либеральная буржуазия использовала рабочее крестьянское движение в своих интересах, захватила власть и начала борьбу против развития революционного движения в стране. Пролетариат шел на февральское восстание как гегемон революционного движения страны, как смертельный враг царизма, как застрельщик борьбы против империалистической войны и буржуазно-помещичьих классов. Крестьянство боролось главным образом против тягот империалистической войны и стремилось захватить землю. Либеральная буржуазия шла с оглядкой на революционный переворот после того, как увидела организационную и военную немощь царизма, не могущего довести империалистической войны до конца. Союзный капитал содействовал переходу власти в руки буржуазии в интересах продолжения войны, убедивших в неспособности царизма на решительные победы на войне. Однако власть в феврале 1917 года досталась буржуазии не целиком. Наряду с всемирным, извините, всемирным, временным правительством существовал Петербургский совет рабочих депутатов, как боевой центр объединения рабочих и солдат столичного гарнизона. Соотношение классовых сил, быстро менявшиеся в пользу революции при условии двоевластия, способствовало подготовке октябрьского восстания. Советы неуклонно завоевавшиеся партии пролетариата большевиками становились центрами мобилизации и организации рабочих, крестьянских и солдатских масс для вооруженной борьбы за власть. В результате соотношение классовых сил в октябрьском восстании было уже совершено иное, нежели в условиях февральского переворота. Октябрьское восстание победило как восстание рабочих и крестьян против буржуазии, против помещиков, против власти в лице временного правительства и под знаком борьбы за окончание империалистической войны и за землю крестьянству. А обстановка в октябре 1917 года счастливо сочетала пролетарское восстание за социалистическое переустройство общества с крестьянской войной за землю. Ноябрьская революция в Германии свергла империю Вильгельма II, а гегемон ноябрьского восстания был рабочий класс. Его союзником являлось крестьянство в лице крестьян и солдатских шинелях. Однако в результате ноябрьского восстания власть перешла к буржуазии, которая при помощи социал-демократии начала жестокую борьбу против нарастающего революционного движения коммунистической партии Германии в лице Спартака. Была малочислена и мало искушена в открытой вооруженной борьбе. Крестьянский вопрос партии явно недооценивался. Социал-демократ Носке стал формировать из унтер-офицерских и офицерских слоев Белую Гвардию, объединяя в своих рядахи колеблющееся крестьянство. Когда вспыхнуло пролетарское восстание в январе 1919 года, оно оказалось с одной стороны бескрепкой и организованной партией во главе, и с другой сильным противником в лице Носке. В январском восстании 1919 года в Германии пролетариат выступил без поддержки крестьянства, без своего политического союзника, без резерва, без своего тылового ополчения, исключая даже сельскохозяйственных рабочих. В результате, после коротких сваток, после убийства вождей пролетарского восстания Карл Липкнехта и Розы Люксембург, пролетариат потерпел жестокое поражение. Сентябрьское восстание 1923 года в Болгарии погибло по другой причине. Вспыхнув под руководством коммунистической партии Болгарии в крестьянских районах, оно не было в должной степени поддержано рабочим классом городов и столицы София. Первую голову. В сентябрьском поражении БКП уже платило по старым счетам. В период июнского переворота 1923 года Цанкова, когда болгарская буржуазия при помощи русских белым мигрантам свергла крестьянский союз БКП, осталась безучастной к этому перевороту и не признавала рабочих крестьянских класс. Извините, неплохо работал сейчас микрофон. Надеюсь, сейчас лучше слышно. Так, когда же сопротивились бы так-так-так-так? Пролетарское вооруженное восстание должно организовываться на основе союза рабочего класса и крестьянства. В этом залог успеха. В этом основная стратегическая установка Ленина о классах в вооруженном восстании. Так, вроде прослушал, кажется, все нормально. Дальше, следующее. Выбор момента. Выбор момента для вооруженного восстания составляет один из основных стратегических вопросов в военном искусстве революционной борьбы. Уловить в период нарастающий революционного процесса переломный момент, оценить обстановку условия борьбы с тем, чтобы правильно и верно определить момент для вооруженного восстания составляет трудную и в то же время решающую задачу для политической партии рабочего класса в период борьбы за власть. Вооруженное восстание требует такого выбора момента для его начала, который характеризуется, с одной стороны, высоким уровнем революционного настроения народных масс, а с другой, резким кризисом в лагере господствующего класса при условии организационно-технической готовности пролетариата и его партии. Классическим образцом правильного анализа обстановки и правильного выбора момента для начала вооруженной борьбы служит вооруженное восстание в октябре 1917 года в Петрограде. 16 октября 1917 года в Петроградском совете был создан, в кавычках, легальный штаб восстания, военно-революционный комитет. В ночь, ночь избрана для повышения внезапности и неожиданности выступления. На 25 октября 1917 года, по плану намеченную, Лениным, рабочая Красная гвардия и полки столичного гарнизона стремительными и внезапным нападением овладели государственным аппаратом Временного правительства. К исходу 25 октября захватили последний редут противника Зимний дворец. По вопросу о выборе момента для октябрьского переворота среди руководящих партийного кадра имели место разногласия. В руководящих верхах партии существовало мнение в пользу ожидания съезда Совета против немедленного захвата власти до созыва Советов и за демократическое решение вопроса о власти путем голосования на съезде Советов. Ленин яростно боролся с подобным социал-демократическим подходом к вопросу о выборе момента для вооруженного восстания. Восстание раньше всего есть искусство и, как всякий вид военного искусства, требует выполнения особых правил и законов. Основным законом вооруженного восстания является внезапность, выступление и решительность в действиях. Сначала надо победить вооруженном нападении, остатки временного правительства, а потом обсуждать вопрос о власти на втором съезде Советов. Мое крайнее убеждение, писал Ленин перед восстанием, что если мы будем «ждать» съезда Советов и упустим момент, мы губим революцию. А ожидать съезда Советов, играть в демократизм и решать вопрос о восстании в зависимости от голосования на съезде означало демаскировать вооруженное выступление, лишить его внезапности и упустить? Момент. Яснее и ясно, что теперь уже поистине промедление восстания смерти, подобно писал Ленин в том же письме. История же не простит промедление революционерам, которые могли бы победить сегодня. И наверняка победят сегодня, рискуя терять много завтра, рискуя потерять все. Это Ленин. Ошибка в вопросе о вооруженном восстании, о выборе момента для его начала, даже при правильном анализе, при современном решении о нападении грозит поражением восстания. Ленин боролся, как с оппозицией 1917-го в лице Каменева и Зиновьева, которая откладывала вопросы о вооруженном восстании на долгие времена, так с и оппозицией в лице Троцкого по вопросу о выборе момента для начала нападения. Медлить преступления. Октябрьское восстание вспыхнуло так, как это намечал Ленин, то есть до съезда Совета, на основе внезапности, в момент совершенно неожиданный для временного правительства. В этом был залог его победоносного завершения и конечной победы. Военное искусство вооруженного восстания требует от руководства внезапности нападения, маскировки подготовленных и боевых действий, применения военной хитрости, помноженной на быстроту и решительность. Так именно и руководил Октябрьским восстанием великий стратегий тактика революционной борьбы Ленин. А сколько выступление революционных масс столиц было неожиданным и внезапным для временного правительства, вид видно из воспоминаний главы правительства Керенского. Вот что он пишет в книжке под названием «Издалека». Нужно признать, большевики и действовали тогда с большой энергией и с не меньшим искусством. В то время, когда восстание было в полном разгаре и красные войска действовали по всему городу, некоторые большевистские лидеры, к тому предназначенные не без успеха, старались заставить представителей революционной демократии смотреть, но не видеть, слушать, но не слышать. Всю ночь напролет провели эти искусники в бесконечных спорах над различными формулами, которые якобы должны были стать фундаментом примирения и ликвидации восстания. Этим методом-переговором большевики выиграли в свою пользу огромное количество времени, а боевые силы эсеров и миршевиков не были вовремя мобилизованы, что, впрочем, и требовалось доказать. Так, язык довел. Короче, пиздели, 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 пиздели. А там, ребята, пока быстренько. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Объективно дело обстояло так именно, как это описывает глава Временного правительства. Ха-ха-ха. Зиновьеви каменем своей позиции объективно служили великолепной дымовой завесой для маскировки вооруженного восстания, субъективно стремясь к соглашению с Временным правительством. Такова лучшая рония истории, сыгравшую злую шутку с вождем опереточного правительства. Опереточного, да, да, да. Для военного и искусства вооруженного восстания важны не только правильная оценка, обстановка и выбор момента для начала восстания, но и искусство маневрирования, выхода и уклонения от боя, тогда, когда соотношения сил не отвечают успеху вооруженного восстания. Примером такого выхода из боя и уклонения от вооруженного восстания при неблагоприятном соотношении сил являются июльские дни 1917 года. Напомним о нескольких словах историю этих дней. Наступление 18 июня чрезвычайно взволновало рабочие и солдатские массы столицы. Пролетарская Красная Гвардия, революционные полки гарнизона нетерпеливо ожидали сигнала для вооруженного выступления с целью захвата власти. Однако партия не поддалась влиянию стихийно-классового порыва. Не прилас к хвосте движения, а шла во главе его и сдерживала массы от преждевременного наступления. Июльским дням 1917 года предшествовала конференция военных организаций партии. Конференция эта насчитала представительство 26 тысяч организованных солдат, членов большевистских ячеек армии. Часть делегатов настаивала на немедленном выступлении, но и здесь партия твердо удерживала бойцового от необдуманного шага. Однако полностью не удалось удержать рабочий и солдатскую массу от преждевременного выступления. 3 июля 1-й пулеметный полк, который смысл слил самым революционным полком столицы, вышел из казана в боевой порядке на улице, ставя своей целью поднять восстание. За первым пулеметным подтянулись Гренадерский, потом 180-й запасной. Наконец, все вооруженные вышли на улицы столицы. Рабочая Красная Гвардия и вся эта масса двинулась ко дворцу Кшесинского с требованием перехода власти в руки Совета. Во дворце Кшесинского в тот день заседала общегородская конференция большевиков. Стихийное выступление 3 июля было, несомненно, преждевременным, ибо если и можно было власть в Питере взять, то вряд ли возможно было бы ее удержать. Правительственная армия на фронте и провинции не были еще готовы к пролетарскому восстанию. У рабочих и особенно солдат Петербурга не было еще той готовности, которая необходима для того, чтобы с большими боями отстоять завоеванную власть. Проще говоря, массы еще не получили урока корниловского мятежа, который в развитии дальнейшей борьбы не замедлил сказаться на боевых настроениях масс как столицы, так и провинции. Фронтовые оборонические части при условии захвата власти в июле 1917 года могли быть брошены на Питер и разгромить революционное движение в городе. Собственно говоря, реакционные круги к этому и вели события. Временное правительство со стремительной быстротой стало снимать реакционные части с фронта и стягивать их к Питеру. От революционной партии требовалось твердое решение и тройное искусство в развертывающейся борьбе. Партия решила вывести массы из-под удара, уклониться от боя и перевести стихийное движение масс на рельсы мирной демонстрации. Таким образом, массы не были оставлены без руководства и задача уклонения от боя в неблагоприятных условиях была выполнена. Стратегический план этого периода классовой борьбы строился на выигрыши во времени, на провале юнского наступления на империалистическом фронте, с тем, чтобы дать время для окончательного дискредитирования этого наступления в глазах масс. Дать временному правительству исчерпать себя, не подаваясь на провокацию противника. Руководствуясь этим планом, партия твердо удерживала массы от разгрома. На 4 июля была назначена мирная организация демонстрации. На 5 июля партия постановила возобновить работы по фабрикам и заводам и разойтись по домам. 4 июля на улицы столицы вышла полумиллионная армия демонстрантов. Вскоре раскрылся план временного правительства. Мирно идущая масса была обстреляна на Невском пулеметным огнем. Это необходимо было для временного правительства, чтобы оправдать ввод в столицу войск, вызванных с фронта. Однако под руководством по решению партии демонстрация разошлась по домам. На отдельных участках все же происходили бои с реакционерами. 5 июля на улицах города дефилировали небольшими реакционные части. 6 июля прибыли в город войска, вызванные с фронта. Однако к этому времени масс на улицах уже не было. Движение правительственных войск происходило при отсутствии противника. Партия ушла момент и от преждевременного выступления уклонилась с тем, чтобы еще решительно вести подготовку к вооруженному восстанию. Другой пример. В октябре 1923 года Германия состояла на грани пролетарского восстания. Наступивший в стране кризис характеризовался с одной стороны широким подъемом революционного настроения, с другой растерянностью и замешательством в рядах господствующего класса и защитников. Момент для вооруженного восстания, казалось бы, созрел. Необходимо было выбрать день и час вооруженного нападения на власть. Вооруженная сила росла с каждой минутой борьбы. Требовалось твердое руководство и правильный выбор момента для начала открытых действий. Однако подготовка к восстанию в партии была начата поздно. Военным вопросам восстания не удалось, не уделялось достаточно внимания. Партия и ее руководство увлекались парламентскими способами борьбы. Боевая работа была развернута слабо, отсутствовала разведка. Не было партизанских вылазок и выступлений, которые могли бы определить соотношение сил и правильно оценить обстановку. Кроме того, налицо была недооценка столицы страны. Берлина как главного операционного центра для вооруженного восстания. И борьбы была перенесена из центра на периферию. Между тем, правительственный кризис углублялся. События, подготовившие октябрьский кризис 1923 года, начались с оккупации французскими войсками Рура. В мае и в июне 1923 в Рурской области разыгрались огромные стачки и забастовки. Революционная волна забастовок захлестнула за теми и другие провинции Германской республики. Волнение Верхней Силезии, забастовок металлистов в Берлине, бой с правительственными войсками Эрцгервиге, Фогтландия. Немецкие словечки для меня тяжелые. Массовая политическая стачка в августе 1923 года. Наконец, падение правительства Куно. Эти события готовили, взрыхляли почву для вооруженной борьбы за власть. Острый экономический кризис германского хозяйства, рост дороговизны, тяжесть налогового времени, недостаток продовольствия, снижение заработной платы, обнищание средних слоев населения, растерянность и замешательство в правительственных кругах. Все это вместе взятое готовило обстановку, благоприятную для прирастания в вооруженное восстание. Кризис 1923 года. В Германии не перерос во всеобщее вооруженное восстание. Несмотря на рост влияния ГКП в стране. Только с сентября 1923 года партия вплотную подошла к военным вопросам подготовки вооруженного восстания. Обстановка была недооценена. Момент был упущен. Силы противника переоценивались и преувеличивались. Переходы в наступление, директивы для атаки, перерастания подготовительного этапа в этап вооруженного восстания, решительного и внезапного нападения на господствующую власть, которого повелительно требовала обстановка, не было. От вооруженной схватки с врагом ГКП уклонилось. Директивы на восстание не было, но Гамбург восстал. Восстал смело и решительно, восстал в одиночку. Гамбургское восстание, изолированное, без централизированного руководства, без поддержки извне, при превосходных силах противников, сосредоточенных со всех концов страны, не могли погибнуть. Однако победа над гамбургскими коммунарами досталась правительству нелегко. В партизанской тактике, действуя с крыш чердаков, поражая косо прицельным огнем противника, коммунары Гамбурга причинили немало беспокойства правительственным войскам. Гамбургское восстание – лучшее доказательство ошибочности стратегии ГКП. Обстановка октября 23-го года требовала решительных действий, их не было. Вместо наступления партия перешла к обороне. Оборона же смерть для вооруженного восстания. Партия под жестокими ударами противника перешла к отступлению. Урок октября 23-го года в Германии. Поучительнейший эпизод в истории. Главным образом в вопросе выбора момента для вооруженного восстания. Момент, несомненно, был упущен. Реакция быстро оправилась. Вышло из состояния оцепенения. И революционное движение германского пролетариата было на время разделено. Из этих исторических примеров должно быть ясно одно. Выбор момента для открытого нападения на врага в вооруженном восстании составляет одно из основных стратегических положений военного искусства. Революционной борьбы классов. Итак, Ленинский план октября. Ленин является творцом теории вооруженного восстания и практическим руководителем. Ну, то есть полководцем октябрьского переворота 1917 года. Октябрьское восстание 1917 года было задумано, подготовлено и руководимо по оперативному стратегическому плану, составленному и разработанному в основном великим стратегом пролетарской революции Лениным. Октябрьское восстание не есть только стихия. Октябрьское восстание есть в то же время организованная военная операция, задуманная по плану, проведенная после тщательного изучения и анализа соотношения классовых сил и учета всех элементов обстановки и технических средств борьбы. Апрельские тезисы. Первая стратегическая установка Ленина для вооруженного захвата власти. Апрельская демонстрация в столице проверила соотношение сил, внесла тактические поправки в общий стратегический план и определила дальнейшие пути развития борьбы за власть в области тактики. Июньские наступления на империалистический фронт являлись для масс серьезным политическим испытанием, уроки которого приблизили революционные массы к большевистскому руководству. Частичный разгром политических организаций в июле 1917 года закалил партийные организации в отношении их боевых качеств. Июльские дни как бы экзамен для политической партии рабочего класса. Проба сил и урок маневрирования в неравном бою. Наконец, Корниловский метеж двери открыл к Октябрьскому перевороту, которая открылась широко для атаки со стороны широчайших масс рабочих, солдат, матросов и крестьян, пошедших на штурм 25 октября 1917 года. Всеми этими этапами, как в отношении тактического руководства, так и в отношении последовательности проведения стратегического плана, руководил и направлял Центральный комитет партии по главе с Лениным. И тут там приписывают сейчас Сталин, Сталин все сделал, Сталин, Сталин и прочее. Сталин вообще вот там. Я говорю, ну какой, блин, Сталин? Ну еще молодой совсем был, маленький. Ну, он рос только под крылом дедушки Ленина в тот период. Хотя парень тогда был весьма-весьма талантлив и свои таланты он раскрыл потом вполне шла разработка и чисто военных вопросов. Была создана военная организация партии для работы в правительственной армии. Были брошены силы в рабочую Красную Гвардию. Развертывалась работа партии в морском флоте и в технических частях. Наконец, часть за частью создавался оперативный план Октябрьского переворота. В сентябре 1917 в письме на имя ЦК Ленин набросал предварительный вариант плана Октябрьского переворота. Он в это время писал, что середины нет, ждать нельзя, что необходимо сосредоточить решающие силы на заводах и казармах, чтобы отнестись к восстанию по-марксистски. То есть, как искусству, мы в то же время, не теряя ни минуты, должны организовать штаб повстанческих отрядов, распределить силы, двинуть верные полки на самые важные пункты, окружить Александровку, занять Петропавловку, арестовать генеральный штаб и правительство, послать к юнкерам и к дикой дивизии, такие отряды, которые способны погибнуть, но не дать неприятелю, двинуться к центру города. Мы должны мобилизовать вооруженных рабочих, призвать их к отчаянному последнему бою, занять сразу телеграф, телефон, поместить на штаб восстания у центральной телефонной станции, связать с ним по телефону все заводы, все полки, все пункты вооруженной борьбы. Это Ленин, марксизм и восстание. Первый урок этого предварительного наброска ставит вопрос о необходимости централизации оперативного тактического руководства при помощи выделения штаба для руководства и управления боевыми действиями. И действительно, без оперативного центра вооруженного восстания не может иметь централизированного оперативного руководства. Без централизации вооруженного восстания слабо управляемо. Без управления руководством вооруженное восстание превращается в бунт, в результате которого неизбежны поражения. Второй урок Ленинского наброска заключается в предположении действовать с началом восстания по главным операционным тактическим направлениям. Такими направлениями в уличном бою являются направления, идущие по линии жизненных центров городского аппарата власти, как то государственные центры, средства связи и передвижения, арсеналы, армейские центры, воинские организации реакции. По этим направлениям необходимо по Ленину бросить самые верные части с тем, чтобы обеспечить себя со стороны главных центров противника. Третий урок заключается в указании на необходимость мобилизации рабочих главной силы вооруженного восстания. В своих дальнейших письмах на имя ЦК Ленин развивал и дополнял свои тактические положения для выработки стройного идеи и единого оперативного плана вооруженного восстания. Наконец, 8 октября 1917 года Ленин составил окончательный вариант оперативного плана, который в собрании сочинений получил название «Советов постороннего». Вооруженное восстание, писал Ленин, есть особый вид политической борьбы, подчиненный особым законам, к которым надо внимательно вдуматься. Замечательный рельеф, напишет он дальше, выразил свою эту истину Карл Маркс, написавший, что вооруженное восстание, как и война, есть искусство. Оперативный план Ленина, записанный в «Советах постороннего», делится на две части. Первая – принципиально-теоретическую, выставлявшую общие стратегические положения. И вторую – прикладную, дающую практически указания в области тактики вооруженного восстания. Первым принципиальным положением Ленин выставляет необходимость доведения задуманного восстания до конца, до победы. Никогда, пишет Ленин, не играй с восстанием, а начинать его знать твердо, что надо идти до конца. Вторым положением стратегического порядка у Ленина является указание на необходимость сосредоточения решающих сил в решающем месте. То есть идея тарана, не решающим направлением борьбы, на решающем направлении борьбы. Необходимо собрать большой перевес сил в решающем месте, в решающий момент. Ибо иначе неприятель, обладающий лучшей подготовкой и организацией, уничтожить повстанцев. Третий закон вооруженного восстания по Ленину – это требование решительности в руководстве и необходимости исключительно наступательных действий. Шатание, вялость или еще хуже, нерешительность руководства и восстанием вносят в массу бойцов деморализацию, дезорганизацию, смягчают их в волю к победе и ведут большей частью в восстании к гибели. Раз восстание начато, пишет Ленин, надо действовать с величайшей решительностью. Понимаете? Решительностью. И непременно, безвластновно переходить в наступление. Оборона и смерть в вооруженном восстании, вслед за Марксом, повторяет Ленин. Вооруженное восстание с целью захвата власти не может ставить перед собой оборонительных задач. Вооруженное восстание в своем оперативном оформлении представляет из себя сплошной натиск, сплошное наступление. Иначе говоря, перманентную атаку, вооруженное восстание – это ряд непрерывных атак, идущих одна за другой. Внезапность. Следующее положение Лена общепринципиального характера – захватить неприятеля врасплох, нанести в ряде и последовательных маневров стремительный удар, достигнуть рекорд до быстроты действий. Все это принадлежит к числу основных тактических требований военного искусства вооруженного восстания. Надо стараться, пишет Ленин, захватить врасплох неприятеля, уловить момент, пока его войска разбросаны. Внезапность нападения, соблюдение военной тайны, строжайшая конспирация и подготовки вооруженного восстания, применение военной хитрости и маскировки с тем, чтобы увеличить эффект внезапного выступления – в этом искусство руководства как подготовительным периодом к вооруженному восстанию, так и самим процессом восстания. Пятое положение Ленина касается политического обеспечения вооруженного восстания. Ленин отмечает важность поддержания в массах морального перевеса путем достижения частичных побед. Надо добиваться ежедневно, хоть маленьких успехов, можно сказать ежечасно, если дело идет об одном городе, поддерживая во что бы то ни стало моральный перевес. Во вооруженном восстании участвуют широкие массы рабочих и крестьян. Моральное состояние бойцов имеет громадное значение для успеха вооруженного восстания. Гипноз мощи правительственной, государственной машине и правительственной армии обыкновенно разрушается, если, по крайней мере, силы сильно колебрятся с первыми успехами повстанцев в бою. Без силы. Силы я случайно добавил. Язык подскользнулся. Вот почему такое важное значение имеет небольшие с точки зрения всего процесса боевые успехи на отдельных участках восстания или уличного боя. Первые успехи в бою воодушевляют, поднимают боевые настроения и энтузиазм. Столь необходимое в стремительном, безостановочном наступлении на противника в условиях вооруженного восстания. Моральное состояние революционных борцов повышается обыкновенно пропорционально боевым успехам на отдельных участках борьбы. Боевое настроение постанцев возрастает как за счет собственных успехов, так и за счет поражений противника. Принципиальную часть своего оперативного плана Октябрьского переворота Ленин заканчивает словами величайшего в истории мастера революционной тактики Дантона, который к вооруженному восстанию в первую голову предъявлял требования к выражению следующей формуле. Мы эту формулу повторяем и знаем наизусть. Смелость, смелость и еще раз смелость. Смелость и решительность подготовки вооруженного восстания. Смелость в выборе момента для открытого нападения на противника. Смелость в оперативных и тактических решениях. Смелость в боевых действиях. Смелость в организационно-боевых построениях и порядках составляет итоговый урок всей принципиальной части Ленинского плана Октября. Прикладная часть Ленинского плана начинается с указания на важность определения главного операционного центра для вооруженного восстания. Ленин этот центр видел в Петербурге, в лице Петербурга. Питер в условиях 17-го года. Голова страны. Взять Питер означало снять голову с плеч всемирного правительства. Извините, временного, да шо ж мне всемирного. Всемирного, всемирного. Наверное, знаете, это 21-й век он что-то, что-то, что-то говорит. Что-то, что-то, какие-то херня какая-то проскакивает. Борьба за Питер являлась главной осью, стержнем всей стратегической операции по захвату власти в октябре 70-го года. Столица страны Питер сосредоточил в своих громадах огромные кадры индустриального пролетариата. Питер, центр государственного аппарата власти. Все центральные учреждения, генеральный штаб, место пребывания правительства, средства связи и передвижения, революционный гарнизон, наличие хорошего вооруженного рабочей красной армии, гвардии, центральные органы политической партии, пресса и множество типографий. И все это вместе взятое делало Петербург главным операционным центром Октябрьского вооруженного восстания. Наряду с этим взятие пролетариатом Питера имело колоссальное морально-политическое значение для дальнейшего хода революционной борьбы, увеличивающие шансы пролетариата на победу. Вместе с тем, к успеху восстания чрезвычайно способствовало сложившееся стратегическое положение Петербурга. С севера Финляндия, с запада империалистическая армия, подготовленная к восприятию переворота с моря революционным Балтийским флотом, а с юга с востока дальние городские центры, немогущие повлиять на исход вооруженной схватки в столице. Все основные ленинские принципы вооруженного восстания в применении к Петербургу означали одновременно возможно более внезапное и быстрое наступление на Питер, непременно извне и изнутри, из рабочих кварталов из Финляндии, из Ревеля, из Кронштадта наступление всего флота. Скопление гигантского перевеса сил на 15-20 тысяч, а может больше нашей буржуазной гвардии юнкеров, наших вандейских войск. Это часть казаков, это советы постороннего. Многие не знают вообще Ленина, советы постороннего. Взять Питер можно, сочетая различные боевые единицы вооруженной борьбы. Основной решающей силой для вооруженного восстания в Питере является столичный пролетариат. За ним следовал революционный гарнизон. Наконец третьей силой явились матросы Балтийского флота. Для захвата Питера необходимо было сочетать три наши главные силы. Первое. Рабочие Красную Гвардию, второе. Революционные полки и третьи экипажи кораблей Балтийского флота. Так сформировал Ленин вопрос о боевом расписании вооруженных сил для восстания. Этими силами под руководством штаба вооруженного восстания должны быть непременно заняты и ценой каких угодно потерь удержены. Первое. Телефоны, телеграф, железнодорожные станции, мосты через реку Неву. При этом Ленин дает указание на необходимость захвата мостов в первую голову с тем, чтобы не дать возможности реакции отрезать центр города от рабочих окраин. Методичка одна для всех. Вон там Помпео, уже глава Киевстара. Ну что, захватили? По Ленинской методистке буржуазия работает. А вы что не работаете? А вы это кто? Это кто-то. Ленинские указания в вопросах плана захвата города подтверждаются опытом уличных боев всех времен периода борьбы пролетариата с буржуазией. Захватить телефон, телеграф, железнодорожные станции, это означает не только стать в хозяинном положении в отношении связи и передвижения, но и лишить противника этих средств и возможностей. Захватом средств связи и передвижения в оставшие массы приобретают свободу маневра, облегчают систему оперативного руководства, затрудняют переброску войск противника и лишают его возможности маневрировать. Повстанческая масса не может и не должна действовать сплошной толпой. Дифференциация по качеству и количеству отдельных боевых единиц составляет непременное условие для оперативно-тактического руководства со стороны штаба вооруженного восстания. Революционные части имеют более или менее боеспособные единицы, более или менее приспособленные к выполнению ответственных боевых задач. В связи с этим, с этими особенностями Ленин дает в своей плане следующее указание. Выделить самые решительные элементы наших ударников и рабочую молодежь, а равной лучших матросов, в небольшие отряды для занятий ими важнейших пунктов и для участия их везде во всех важных операциях. Например, окружить и отрезать Питер, взять его комбинированной атакой флота, рабочих и войска. Такова задача, требующая искусства и тройной смелости. Больше того, составить отряды наилучших рабочих с ружьями и бомбами для наступления окружения центра врага, юнкерские школы, телеграфии, телефоны и прочее с лозунгом погибнуть всем, но не пропустить неприятеля. Да, это, я же говорю, это высочайший уровень отчаяния должен быть масс, чтобы готовыми быть самим погибнуть. Будем надеяться, заканчивает изложение своего плана Ленин, что в случае, если выступление будет решено, руководители успешно примут великие заветы Д'Антона и Маркса. Успех русской и всемирной революции зависит от двух-трех дней. Опыт октябрьского восстания в Петербурге – лучшее доказательство правильности положения Ленина по вопросу вооруженного восстания. Ошибки Москвы, характеризующиеся нерешительностью в руководстве и результате восьмидневной уличной борьбы, еще сильнее и отчетливее подчеркивают стратегическую и тактическую гениальность Ленина в вопросах вооруженного восстания. Ленин не только теоретик вооруженного восстания, но и непосредственно и руководитель величайшего победоносного восстания пролетариата в октябре 1917 года. Вот понимаете, сейчас я уже от себя дополню. Та контрреволюция, контрреволюционное восстание 1991-1993 года до 1953 тоже, да и 60-х годов шли, подавление Новочеркасского. Ну все-таки никак это уже буржуазная власть захватила умы чиновничьего аппарата военщины советской и советской военщины. Да, ну это уже не пролетариат был, это уже все, а тут пролетариат объединить, а объединить тройную силу рабочих, военных, матросов объединить, понимаете? Флот, войска, это уникальные случаи. Что интересно, почему 2-3 дня? Потому что за 72 часа полностью сухого голодания организм человека переходит на кетогенную диету. На 72-м часу сухого голодания, говорят тоже, кстати, на водном это происходит, идет всплеск роста митохондрий. А митохондрии дают нам энергию. А митохондрии это не человеческие, существа, которые вообще-то не касаются человеческого организма. Они вообще-то инопланетяне какие-то. Либо они землетяне, а мы инопланетяне. Так что, как и биологические процессы в человеческом организме происходят по определенным законам, точно так же и в народных массах. Благодарю всех за внимание. Первая глава закончена. Сила в пролетарской правде. Сила в пролетарской правде. Сила в пролетарской правде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова